Продолжение следует... Давайте я поближе поставлю микрофон. Так, лучше? Жаль. Хорошо начинается, да? Я попробую так. Всем слышно? Еще раз. Добро пожаловать на нашу подиумную дискуссию сегодня вечером. Жизненный знак. Театр как выражение динамики и развития в Восточной Европе. Меня зовут Эмилия Хайнрихс. Я вас приветствую от имени Театра Талия. Наша дискуссия проходит в рамках фестиваля Дни Лессинга, который сейчас проводится в Театре. Мы сейчас находимся примерно в середине пути. Прошло огромное количество мероприятий, но некоторые мероприятия из-за пандемии не состоялись. Поэтому мы очень рады каждому мероприятию, которое может пройти. Я рада, что мы сегодня встретились с вами и что мы сегодня смогли собраться. Как многие из вас знают, российский деятель искусства Кирилл Серебренников открыл наш фестиваль. Черный монах. Его и его политическую ситуацию мы взяли с целью обратиться в фонд имени Генриха Бюля, чтобы поговорить с деятелями искусства театра из России, из Восточной Европы. Мы побеседуем с вами о работе в рамках политической цензуры, конфликте между государством и искусством. Люди, которые работают в этой сфере, работают с большим личным риском. Мы поговорим о различных формах выражения деятелей искусства, когда они сталкиваются с той реальностью, которая существует в их странах. К сожалению, у меня плохая новость для вас. Кирилл Серебренников, тот, который должен был сегодня к нам присоединиться, к сожалению, отказался, потому что ему пришлось пойти на съемки. Но я очень рада и счастлива, что мы сегодня на нашем подиуме можем приветствовать Елену Ковальскую, Анастасию Патлай и Наталью Ворожбит. Я надеюсь, я правильно произнесла все имена Натальи Ворожбит по лайв-стриму. И, конечно же, нашего модератора Соню Цекри. Я думаю, она сама сейчас представится. Госпожа Патлай и госпожа Ковальская специально приехали из России. Для нас это большая честь. Мы очень рады. Отлично, что вы приехали. Ну вот. Я хочу выразить особую благодарность фонду имени Генриха Биоля за организацию. Большое спасибо Нине Хапе, которой я сейчас передам слово. Вот она сидит. Большое спасибо. И скоро еще увидимся. Добрый вечер, дорогие гости, дорогие зрители здесь, в театре, а также все, кто смотрит нас дома на экране. Как сказали, меня зовут Нина Хапе. И я бы хотела вас от всего сердца поприветствовать, в том числе от имени фонда Генриха Биоля, федерального фонда с центром в Берлине. Наш сегодняшний вечер очень важен. Мы фонд политической партии зеленых. Вы видите по моей кофте, я тоже в зеленой кофте. Мы представляем те же темы, которые представляют зеленые, темы экология. Большую роль та же играет демократия и права человека. Вы в интернете можете все почитать. Я вам лишь могу порекомендовать, что мы делаем во всем мире. Я сейчас немного сокращу. Я назову лишь некоторые направления нашей работы, в том числе работа с людьми, которые работают в сферах литературы, искусства, театра. И когда театр Талия спросил нас, когда еще идея только зарождалась, когда мы говорили о сотрудничестве с господином Серебряником, когда мы говорили о Днях Лестинга, можем ли помочь в организации этого фестиваля, то мы смогли, опираясь на наши давние партнерские отношения в Восточной Европе, в том числе и нашего московского офиса. Хочу сейчас выразить большую благодарность своим коллегам из Москвы. Моя коллега сегодня здесь присутствует, и она вместе со мной работает над этим проектом. Большое спасибо еще раз. Я очень рада, что мы сегодня смогли собраться в этом зале после большого ожидания, после большой паузы. Хочу выразить сердечную благодарность театру Талия, Ульрике Реннингс, как представителям всей команды. Действительно, все прошло без проблем, без бюрократии, в очень дружественной атмосфере. Все было очень просто и легко. Спасибо. Мы очень рады, что Анастасия и Елена сегодня здесь. Было не так легко это организовать. У нас были действительно барьеры, над которыми нам пришлось работать. И очень жаль, что Наталья не смогла к нам приехать. Мы очень были рады, мы очень ее ждали. Действительно, люди из других городов приехали. И сегодня к нам, чтобы вживую посмотреть на этих трех дам. К сожалению, Наталья не смогла приехать. Я вам немножечко скажу, что многим, наверное, в зале не нужны микрофон и наушники. Когда Наталья будет говорить из Киева, то вам придется надеть наушники, чтобы вы ее услышали. Я очень рада, что Наталья сможет присутствовать таким образом с нами. И ее спортивный дух меня вдохновляет. Действительно, сегодня у нас политически очень сложная ситуация, которая волнует нас всех. Важно, чтобы мы сегодня услышали российские и украинские голоса в беседе. И эта беседа, этот разговор должен представить разнообразие театра, предоставить идеи, какие-то темы, о которых, может быть, редко говорят в тех или иных странах. Также я хотела бы вам представить нашего модератора. Многие из вас знают ее. Соня Цекри. Я сейчас очень кратко ее представлю. Но в том числе Соня изучала словистику в университете с 2008 по 2011 год. Была корреспондентом в Зюдочи Цайтинг в Москве. Затем она несколько лет провела в Каире. Это тоже направление ее интересов. С 2015 года она была главным редактором Фильетона. А с 2020 года является культурным корреспондентом Зюдочи Цайтинг в Берлине. Ее особый интерес направлен на Восточную Европу. Именно искусство, культура. Вот она недавно была в Восточной Европе. Она мне рассказала об этом. То есть она действительно та ведущая, которая сможет сегодня модерировать. И я с удовольствием передаю ей слово. Большое спасибо. Это было не в Берлине, это было в Мюнхене. Но было бы здорово, если бы это было в Берлине. Приветствую вас на нашей подиумной дискуссии на этом вечере. Уже на сегодняшний день мы даже можем сказать, что это исторический вечер. Украина и Россия говорят друг с другом об искусстве. О чем же еще? Еще лишь несколько часов назад ситуация выглядела таким образом, что это мероприятие может, на него может быть отброшена тень. И с одной стороны из-за пандемии, с другой стороны из-за шторма в Гамбурге. Вы все равно смогли все приехать. Вы смогли сегодня присутствовать здесь. Вы, возможно, сделали тест на корону. И если еще кто-то скажет, что немцы не обращают внимания на искусство. Мы поговорим о театре как выражении общественной динамики в Восточной Европе, в частности в России и в Украине. И многие из вас знают, что это, в принципе, не секрет, конечно же, год был непростой для свободы слова в России. Важнейший политик оппозиции Алексей Навальный был арестован и отправлен в тюрьму. Многие неправительственные организации были объявлены иностранными агентами. Самый известный рэпер Моргенштерн покинул страну. На него также оказывается давление. Говорят, вроде что он как-то связан с наркотиками, либо хранение, либо распространение. Все это касается в том числе и организации по защите прав человека «Мемориал», которая была закрыта. Конфликт в Донбассе длится уже более семи лет. Начиная с весны этого года российские войска приближаются к границе с Украиной. Есть сообщения о тяжелой артиллерии. И последнее, что мы слышали о том, что были поставлены консервы крови. И никому неизвестно, как это напряжение закончится. Опасность большой войны в центре Европы действительно находится в воздухе. Будет ли окончательное отделение так называемых народных республик Донецка и Луганска? Но сегодня мы хотим поговорить о театре. Мы не только хотим, но мы должны говорить о театре. Тяжелые времена для свободы слова, для свободной общественности. Очень часто и в России, и в других странах Восточной Европы является важным пунктом для искусства. Нет независимого мнения, нет независимой конкуренции. За это люди платят определенную цену. Например, Кирилл Серебренников находился под домашним арестом. И только для полета в Гамбург он смог выйти из своего дома. Это хороший пример того, что происходит с деятелями искусства в России. Многие деятели искусства стараются предоставить обществу различные формы свободы. Я очень рада сегодня приветствовать наших экспертам, больших людей в области театра. Елена Ковальская. Елена Ковальская является с 2013 года директором центра «Майерхольд» в Москве. Она занимается подрастающим поколением фестиваля «Любимовка». Различные проекты «Лайв театра» или «Новый театр для детей». Елена Ковальская прекрасно ориентируется в истории театра. Является преподавателем истории театра в Российской Академии искусств. Добро пожаловать. Слева от меня сидит Анастасия Патлай, режиссер и актер, актриса, не только в театр ДОК в Москве. Она дает тем голос искусства, кто не находит ее на театральных подмостках, на театральной сцене. В 2020 году ее работа «Неформат» была интересна в том, она говорила о красоте актрис нероссийского происхождения. Анастасия Патлай, добро пожаловать. Из Киева по лайв-стриму, раньше говорили телемост, не знаю, Наталья Ворожбит. Одна из известнейших женщин в области театра в Украине. Украинский драматург, автор сценариев. Женщина искусства, women of arts. Вместе с немецким режиссером Георг Жено занималась театром с беженцами из Донбасса. Она является куратором фестиваля Донбус. Также является сооснователем других фестивалей. Она также в конфликте вокруг Украины тематизирует разные темы. Монолог номер один. Речь шла о том, как война влияет на женщин. Ее произведение представлено не только в Украине, но и в России, в Великобритании, в Польше, в США и в Латвии. Работает Шекспер Компании вместе. Добро пожаловать и здравствуй, Киев! Такое большое количество титулов и такое большое количество работ, то сейчас мы вернемся в нашу театральную реальность. Первый вопрос я бы хотела задать Елене Ковальской из Майерхольдцентра Москвы. Немецкие зрители во время короны оголодали и желали видеть различные сценирования, театр. Публика страдала, что культура потеряла во время пандемии какую-то роль. И в первую очередь поддерживали скорее строительные супермаркеты, чем культура. Мы слышали в России, сейчас просто бум театра происходит. Большое количество новых инсценировок, зрители стоят в длинных очередях. Вы это можете объяснить только короной? Первым делом хотела сказать спасибо ателье театру и фонду Генриха Биоли за приглашение в Гамбург на замечательный фестиваль. Я рада быть в театре, где ставила наша коллега Марина Давыдова две работы, ставил Кирилл Серебренников. И я благодарна ателье театру за интерес к русскому театру. В пандемию в России государственный театр поддерживался очень хорошо. И артисты, когда театры закрылись, то артисты получали ту же зарплату, что и в любое другое время. В моем театре также нам государство выделило субсидию, покрывающую недостаток заработка. Но в России довольно большой негосударственный сектор в культуре. И в дни пандемии посчитали количество компаний, которые работают в театре. И оказалось, что негосударственный театр это 40% от всего театра в России. Почему его не считали прежде? Потому что с ним особо не считаются. Он негосударственный, он не выполняет государственные задания. И значит, он как будто бы не в счет. И вот в пандемию негосударственный театр оказался полностью на дне жизни. И началась такая борьба за поддержку независимого театра с разных сторон, в разных формах. И театр негосударственный был признан пострадавшей отраслью и тоже частично стал поддерживаться. Но главное, во время пандемии мы осознали, что это огромный сектор, огромной важности. Российский театр довольно однообразный. Это индустрия, созданная в советское время, которая производит довольно однородный театр. Драма, опера, балет, театр для детей. И все это очень однообразно. Но при этом российский театр чрезвычайно разнообразный. Благодаря чему? Благодаря независимому театру. Благодаря молодым, очень энергичным, очень мотивированным людям, которые, как называет наше Министерство культуры, экспериментируют на собственные деньги. И мы очень остро осознали это во время пандемии и осознали ценность негосударственного сектора. Вот центр Мейерхольда, где работаю я, это такой венью, площадка, похожая на Толья театр. У нас такой же большой зал. И у нас нет актерской труппы. Зато у нас 28 компаний-резидентов. Это независимые компании, которые ставят и играют свои спектакли на нашей площадке. Поэтому мы хорошо знакомы с негосударственным театром и оцениваем его как, может быть, самое важное, что сегодня происходит в российском театре. И действительно так, что у людей сегодня желание действительно идти в театр, то есть театр проезжает свой бум-расцвет, или это какое-то ошибочное мое мнение? Я думаю, да, это так. И не только в Москве, но и в российских регионах театр стал одним из важнейших искусств. И мы видим расцвет и в государственном театре, и в негосударственном театре, и в самых маленьких городах. У нас есть фестиваль, называется «Золотая маска». Это национальный фестиваль, на который приезжают театры из национальных республик, из больших городов, из малых городов. И мы видим, как высок уровень российского театра сегодня, и как уровень между московским театром и театром в каком-нибудь очень маленьком городе, как он нивелирован. Это общий высокий уровень. Да, это так. Почему? Я думаю, это связано с тем, что театр остается пространством свободы и коммуникации, в то время, когда свободы становятся все меньше в стране. И театр, что называется, митинг, на который люди собираются. И это всех бодрит, и художников, которые чувствуют свою ответственность перед зрителями, и публику, которая не имеет сегодня возможности встретиться и поговорить о важном всерьез нигде, кроме как в театре. Анастасия Патлай, по мою левую руку. Мы слышали, что театр в России, раньше в Советском Союзе, имел очень мало форм своего выражения. Театр ДОК, это... В то время я как раз была корреспондентом в России, и я знаю, что по тем временам... Я не буду говорить, что это был самый горящий театр города, но самый волнующий. Почему такой вид документального театра пришел в Россию так поздно? В чем особенность проекта Театр ДОК? Ну, мне кажется, что он пришел так поздно, потому что был Советский Союз, и в Советском Союзе можно было делать интересное искусство, не артикулируя напрямую свою позицию, то, что называется эзопов язык. И потребовалось какое-то количество лет после распада Советского Союза для того, чтобы появилась потребность в изучении той реальности, которая окружала на тот момент художников. И это совпало с мастер-классами театра Royal Court британского в Москве и с тем, что на этих мастер-классах российским драматургам просто рассказали, что такое вербатим. И в вербатиме российские драматурги моментально разглядели возможность, инструмент для изучения, исследования той жизни, которая их окружала. И каким-то, видимо, чудесным образом это совпало и с потребностью публики во встрече и с реальностью, во встрече с художниками, которым интересна эта реальность. Но надо сказать, что театр Дока очень маленький театр. И в то время, когда вы в него ходили, это был небольшой зал в полуподвале на 60 человек. И сейчас это два зала, один на 90, второй на 30 человек. Но, тем не менее, именно благодаря театру ДОК документальный театр теперь распространился по всей территории России. И многие российские государственные театры из Красноярска, Новосибирска, Сахалина и Курска в свое время приглашали драматургов из Москвы тоже для того, чтобы они передали это не очень тайное знание, а именно о вербатиме. И таким образом там и сям возникли спектакли. Поначалу это были спектакли в жанре так называемом городского вербатима, которые создавались драматургами из Москвы вместе с актерами и режиссерами региональных театров, которые выходили на улицу, в народ и просто спрашивали людей про их жизнь. И таким образом возникло несколько спектаклей. Но теперь это движение стало еще шире, и тем стало гораздо больше. И сейчас в Москве вот уже два года, как проходит фестиваль документального театра, он называется «Брусфест», назван он в честь Дмитрия Брусникина, тоже актера и режиссера, который вместе с Угаровым и Греминой обратили внимание на вербатим. Так что да, можно сказать, что это уже не просто тренд, а широкое движение. Один из самых известных спектаклей и очень смелый спектакль, хотя тогда еще не было таких ограничений, как сейчас, это один час восемнадцать о смерти юриста, юрист-консультанта на фирме. Если я не ошибаюсь, это была британско-российская фирма. Сергей Магнитского, который умер в тюрьме, его не смогли спасти в тюрьме. Вы могли бы сегодня поставить такой спектакль? Этот спектакль создали Елена Гремина и Михаил Угаров. Это важно сказать. Это создатели театра «Дог» и руководители, бессменные до момента своей смерти в 2018 году. Они один за другим практически ушли, и они были супружеской парой, и их объединяло и общее дело, и любовь, и забота друг о друге. И этот спектакль был создан в 2010 году. Магнитский умер в 2009 году в тюрьме «Матросская тишина». Я в то время училась у Угарова на курсе режиссура документального кино и документального театра. И на самом деле театр «Дог» был, час 18 спектакль был таким прорывом для театра «Дог» в область политического театра, потому что до этого момента театр «Дог» и Угаров с Греминой постулировали ноль-позицию, так называемую. То есть театр «Дог» с самого начала ни в коем случае не позиционировал себя как политический театр. Это был театр исследовательский, театр, который исследует разные, так сказать, социальные страты, которые были не знакомы московскому зрителю, театр, который организовывал экспедиции в колонии, в детские дома и, не знаю, к шахтерам и так далее, к самым разным людям, в которых театр «Дог» видел возможных героев для документальных пьес. И в случае с час 18 пришлось и было невозможно соблюдать эту ноль-позицию, потому что такой главной мотивацией делать этот спектакль было просто эмоция, возмущение, что человек в России в 2009 году, в 21 веке может умереть не просто в тюрьме «Матросская тишина», а в больнице тюрьмы «Матросская тишина». То есть ему не была оказана врачебная помощь. И да, и так получилось, что Михаил Юрьевич пригласил меня, еще одну мою однокурсницу, в команду этого спектакля, и мы вместе с Еленой Анатольевной собирали интервью и так далее. И теперь отвечаю на ваш вопрос. Да, и важно, что этот спектакль действительно был первым политическим спектаклем театра «Дог», и после этого к театру «Дог» уже приклеилась эта бирка, политический театр. Елена Анатольевна до последнего, Елена Анатольевна Гремина до последнего, так сказать, ну, открещивалась от этого не потому, что она не хотела делать политический театр, а потому что ей было важно, что мотивация ее, она не связана с политикой ни в коем мере, она связана с человеком и с тем, чтобы рассказать о судьбе конкретного человека. И сегодня возможно поставить такой спектакль, но риски гораздо выше. И, например, в прошлом году в театре «Дог» был поставлен спектакль «Соседи», который был посвящен событиям в 2020 году в Минске. Народным, так сказать, протестом и разгону этих протестов. И этот спектакль закрыли прошлой весной, потому что в театр «Дог» пришли угрозы о закрытии театра и об очередном изгнании театра с очередной площадки. Мы еще не раз сегодня услышим о данных сложностях, но сейчас я бы хотела дать слово Наталке Варажбит. Во-первых, для начала задать вопрос, как сейчас настроение в Киеве, атмосфера? Как дела у людей в Киеве, в Украине? Украина большая, вы сейчас конкретно в Киеве. Как у людей сейчас дела? Мы вас не слышим. Мы так старались, делали саундчек, но, к сожалению, мы вас не слышим. К сожалению, мы все еще вас не слышим. Хотя мы видим, что у вас включен микрофон. Может быть, кто-то из техников может помочь. Сейчас наши техники попробуют разобраться. Мы тогда попозже вас подключим. Я надеюсь, что мы сейчас сможем разобраться. Я бы тогда сейчас спросила то же самое Анастасию Патлай. Вы говорили о том, что ваш спектакль «Соседи» был снят с репертуара после того, как вы получили угрозу. Если посмотреть, какие спектакли вы в принципе ставили, то можно удивиться, что раньше в принципе это было возможно. Несколько лет подряд, например, спектакль о каминг-ауте гомосексуалов. Много лет вы могли его ставить. А потом внезапно у вас возникли большие сложности. Что случилось? Расскажите историю данного спектакля. Вы знаете, что в России господствуют гомофобские настроения в так называемых патриотических кругах. И внезапно появляется ваш спектакль, который, однако, много лет показывать было можно. Да, хочу отметить только, что спектакль «Соседи» не мой, а режиссера Сергея Гинделеса, молодого режиссера. Спектакль «Выйти из шкафа» до сих пор идет в Театре ДОК. Он не закрыт. Он появился в 2016 году. Это документальный спектакль о каминг-аутах гомосексуалов. Ну, не знаю, на самом деле это мелодрама, можно сказать. И спектакль для семейного просмотра, фактически. Но вы знаете, что в России существует закон о пропаганде, который мы, безусловно, соблюдаем. И на спектакль «Выйти из шкафа» закон принят в 2013 году. А спектакль поставим в 2016 году. И, разумеется, этот спектакль идет с маркировкой 18+, потому что иначе это любой несовершеннолетний, попавший на этот спектакль, это грозит нам, уголовным преследованием. И, действительно, мы этот спектакль в 2016 году выпустили. Выпустили, ну, это не было подвигом, вот совершенно, да. Это было совершенно нормально. И премьера его прошла на Квирфесте. Это фестиваль, ЛГБТ-фестиваль, который проходил в Петербурге. И есть у нас еще фестиваль «Бок обок», тоже петербургский, ЛГБТ-фестиваль, на котором показывают кино и разный совершенно контент, связанный с ЛГБТ-тематикой. И что поменялось, поменялось, да, в 2019 году, и спектакль как-то жил в своей жизни в 2019 году во время наших гастролей в Петербурге. То есть мы поехали туда второй раз. Кто-то, так сказать, написал ряд доносов в полицию, что вот на площадке Скороход идет такой спектакль выйти из шкафа. Приехал рейд полиции, которые прямо во время, собственно, просмотра спектакля зашли в зал, испугали актеров. Слава богу, не прервали спектакль. И потом заставили всех зрителей демонстрировать паспорта. И среди зрителей, например, оказалась мать, которая сама привела свою 17-летнюю дочь. И, так сказать, мать, которая нас ввела в заблуждение, сказав, что ее дочь совершеннолетняя. И их полиция увезла в отделение полиции. И этой матери, в общем-то, грозила работа с инспектором по делам несовершеннолетних. И буквально через пару дней мы показывали этот спектакль в Москве, вернувшись с гастролей. И на этот спектакль уже совершенно, это была очевидна, провокация. Провокация таких правых ультрапатриотических групп, как серп и нот, которые намеренно подсадили к зрителям по поддельному паспорту. Это была ксерокопия документа несовершеннолетнего. И во время спектакля в зал, уже остановив, прервав спектакль, вошли порядка 15-20 так называемых блогеров, которые снимали это все на видео, выкладывали в YouTube. И обвиняя актеров, режиссера и зрителей в растлении несовершеннолетнего. И они сами вызвали полицию, но, к счастью, полиция как-то сама поняла, что это была провокация. И, в общем, в моем случае для меня это обошлось только разговором с инспектором и объяснительной какой-то запиской. Но поскольку эти же люди устроили, спровоцировали зрителей на драку, то для зрителя это тоже обошлось испугом и штрафом. Ну и на самом деле вопросов было больше к родителям этого несовершеннолетнего, как они допустили его попадание вот в эту боевую какую-то группировку. В общем, это все неприятно, но, тем не менее, мы продолжили играть спектакль, потому что мы не нарушаем закон Российской Федерации. И не нарушали. И мы просто стали приглашать на помощь ребят для наших друзей, которые бы могли на входе зрителей как-то предотвратить попадание в зал странных личностей, что не всегда удается администраторам театра, которые просто молодые девушки. Вот. Спасибо. Попробуем еще раз связаться по телемосту с Киевом. Наталья Ворожбит, вы меня слышите? Послушаем, слышим ли мы вас? Я вас отлично слышу. Слышите ли вы меня? Да. Да, мы вас тоже слышим. Еще раз вопрос. Тот вопрос, который до сих пор завис в нашем зале. Как настроение в Киеве? Как дела у людей в Киеве? Ну, на самом деле, вот как я себя чувствую, у меня... Мне снятся два сна регулярно. В одном сне... Один сон снится тогда, когда я снимаю кино. Я сейчас работаю над фильмом. Мне всю ночь снятся кошмары на тему того, что кто-то другой снимает мое кино или что-то в этом роде. Я просыпаюсь и думаю, слава богу, что это сон. И когда я не работаю, вот у меня есть выходные, или вот я заболела, например, есть ковид, мне снятся эвакуации, мне снятся авианалеты, мне снится, что я собираю тревожный чемоданчик, что я не могу найти ребенка. Я просыпаюсь, я прислушиваюсь к звукам, планирую, куда я буду бежать и так далее. В общем-то, я хочу, чтобы мне снились съемки. Я к чему это говорю? Что у многих людей есть дело, которое они должны завершить, которое они должны сделать здесь и сейчас. И это очень сильно помогает жить повседневной жизнью, не поддаваться панике и истерике, хотя пропаганда российская, которая по-прежнему очень сильно работает, все пытаются вогнать, ну, как можно сильнее нас напугать, чтобы мы согласились на какой угодно мир и на каких угодно условиях. Но за 8 лет все-таки мы разучились так сильно паниковать, у нас прорабатывает инстинкт самосохранения, мы научились немного разбираться в политике, и мы следим с большим вниманием за тем, сколько и какие страны нас поддерживают, и, конечно же, очень огорчаемся, когда такой поддержки откуда-то не видим. Киев как будто бы живет своей жизнью, но я знаю, что многие, почти все думают о плане Б, что мы будем делать, если случится страшное, непоправимое, то, чего мы как бы боимся 8 лет. И действительно сейчас особенно напряженно, ну, я не припомню такого напряжения, разве что в 2014 году, но тогда у нас было меньше информации, меньше знаний, сейчас их значительно больше. И я думаю, сейчас все смотрят фильм «Мюнхен», его смотрит весь мир, и мы не можем не проводить параллели с ним. И если вы смотрели, если помните, то камнем как бы в 1937 году такой страной, как сейчас является Украина, камнем раздора, как бы была Чехия. И мир пожертвовал Чехии в году Гитлеру, Гитлеру, потому что поверил, что он откупится этой малой жертвой. Мы сейчас чувствуем себя примерно так же, и просто очень надеемся, что, ну, большая политика сделает какие-то выводы, учится на каких-то ошибках, и мы все-таки, все-таки не случится, самое страшное будет мир. Вот как-то так. Очень сложно говорить, действительно эмоционально говорю на эти темы, я не привыкла об этом говорить по-прежнему. У людей есть в этой ситуации сила идти в театр? Или, может быть, как раз поэтому они сейчас идут в театр? В такой напряженной ситуации? Какую роль в такой напряженной ситуации играет театр? Ну, вы знаете, вот наш театр до начала войны был тоже достаточно скучным, традиционным, и имел все признаки, ну, и структуру советского театра, и драматург, как автор, он не был нужен, не чувствовал себя необходимым в своей стране, своему театру. После начала войны, как это парадоксально звучит, ситуация для театра и для драматурга вернулась к лучшему, потому что произошел действительно бум, огромный интерес, возникло огромное количество независимых площадок. Мы сразу же, мы все нашли свою тему, мы знаем, о чем говорить, что нас болит, что волнует, и несколько лет буквально был какой-то взрыв инициатив и жажды, вот люди приходили в театр поговорить о важном, о наболевшем, о том, о чем они не могли больше нигде поговорить. Опять же, злая привычка, когда прошли годы, многих молодых и самых энтузиастов театральных, их поставили на какие-то, занимать какие-то посты в театрах государственных, они сейчас заняты больше какой-то хозяйственной деятельностью. И это, наверное, первая причина. Вторая причина, что люди в первые несколько лет вербально как бы проговорили все, что могли проговорить. И устали, наверное, от этого. И это был очень важный этап, и нужный. Но сейчас, наверное, нужно какие-то новые, искать инструменты, пути. Да, в театр ходят, но в нем сейчас театр не дает того, что он давал в первые годы войны. Он не дает этого серьезного разговора. Он не удовлетворяет эту потребность. Но это мое субъективное ощущение. Я, возможно, ошибаюсь, потому что я не работаю в театре. Я свободный автор, который хочу, даю пьесу, хочу, не даю. В общем, но безусловно, мы сейчас, например, с драматургами, 20 драматургов и создаем театр, который так и называется, театр драматургов. Это первая площадка в Украине, где будут ставиться только современные пьесы. И мы надеемся, что это как раз будет то самое место, куда захочется приходить, как хотелось приходить в свое время, там, не знаю, на Майдан или в театр первых военных лет. Вы создавали спектакль с беженцами из Донбасса. Это была популярная тема на тот момент? Это была такая тема, о которой люди говорили. Это излюбленная тема на тот момент была? Уже несколько лет, конечно, прошло после этого. Мы разным театром занимались. С одной стороны, мы рассказывали всей Украине, мы занимались, мы по-прежнему стараемся этим заниматься живанием Украины внутри страны. И мы делали спектакли про переселенцев в тех местах, куда они переселились, в тех городах Украины. В то же время мы делали спектакли с подростками, с военными, с местным населением на территории Донбасса. Собственно, для людей, которые пострадали вследствие войны. Мы знакомили, мы возили в Европу и в разные страны свидетельцы. Это все свидетельский театр был, и мы максимально хотели рассказать миру при помощи реальных свидетелей о том, что действительно происходит. Это было мега... Это слово популярно не очень подходит, но это был как глоток свежей информации. Это были не новости по телевизору, из которых мы знали сухие сводки и статистики. Это были голоса людей, которые пережили опыт, совершенно потрясающий, невозможный опыт для 21 века в центре Европы, опыт войны. И это был какой-то, ну, совместный акт и прощения, и понимания, и проговаривания. У нас не было своей площадки, к сожалению, на тот момент, наверное, мы бы сделали больше, но очень много делали, вот что называется, на коленке. И тогда очень много возникло таких спектаклей, инициатив. Это было по-живому, это было очень важно, и в этом было много людей. Но рутина войны, вот из года в год, она притупляет, конечно, какие-то эмоции, и вот эта острота первых лет, она прошла. Сейчас нужно по-другому как-то работать. То есть вот мы ищем так. Большое спасибо. Сейчас вернемся снова в Москву. Елена Ковальская, мы постоянно слышим сейчас о молодых людях, которые приходят, которые идут в театр. Вы посвящаете свою работу, большую часть своей работы молодым людям, в том числе молодым деятелям искусства, театра, молодым зрителям в театре. Если мы говорим о молодежи в театре, если вы работаете с молодежью, есть ли у этого подрастающего поколения какие-то новые подходы, новые доступы, какие формы молодых людей, какие у них темы. Мы говорим о поколении, которые никого другого не знают, кроме Владимира Путина, во главе государства. Первым делом я хотела бы сказать, что Настя, Наташа и я, мои подруги, и нас объединяет театр ДОК, где мы много работали вместе, и это была такая неразрывная в жизни работа. И мне я должна сказать, что мне стыдно сейчас стыдно и горько, что происходит между, что делает Россия с Украиной, за войну, которая началась в 2014 году, за угрозу, которая сейчас снова создается, за эти 8 лет ада, в котором живет Украина. Это стыд. и мне очень печально, что мы не видимся, и нас разлучила с одной стороны война, с другой стороны сейчас Наташина болезнь, и мы никак не можем, я не знаю, я мечтаю о временах, когда наступит мир, и мы покаемся, и мы будем вместе делать какие-то прекрасные вещи, и культурный обмен будет происходить между Россией и Украиной, потому что украинская культура, в том числе украинская современная драматургия, была большой и значительной частью той новой драмы, которую мы развивали в Москве, и пьесы Наташи, Натальи Ворожбит, и Максима Курочкина, они такие важная часть нашей культуры, они украинская драматургия обогащала российскую драматургию, это может быть самые глубокие образцы современных пьес, которые ставились у нас, и мне горько, что сейчас между нами вбит клин. Что касается молодых людей, то я должна признаться, не только в том, что мне стыдно за то, что моя страна делает с Украиной, но мне также стыдно за то, что мы не можем проявить солидарность с Украиной сейчас, потому что мы живем в довольно серьезном самоцензуре, и эта самоцензура возникла примерно тогда, когда началась война, потому что в 2012 году произошел консервативный поворот в стране, и это довольно шизофреническая ситуация. консервативный поворот в Польше, в Венгрии, в Америке, в Великобритании произошел в результате выборов. Народ сделал свой выбор. В России консервативный поворот произошел, потому что его совершил один человек и одна партия. Вся страна шла налево, начиная с 1991 года, потом тот же человек, который осуществлял модернизацию, предложил пойти в другую сторону. И по-прежнему мы идем в одну, в ту же сторону, в которую шли с 1991, а власть разворачивает страну в другую сторону. Это довольно шизофренически, потому что я не вижу, что это тренд выбор народа. Это выбор человека, руководителя страны и партии, которая им создана. И это поэтому все очень дико. Дальше стали возникать законы и акты, которые запрещали нам то, что является нашими ценностями. И все, что мы делали, начиная с перестройки, стало называться злом. То есть мы делаем то, исповедуем ценности развития, которые для нас не изменились, они остаются ценностями, но они объявлены злом. Это преследования, которым подвергался Кирилл Серебренников или смерть наших старших товарищей Гремина и Угарова, создателей и руководителя ДОКа. они говорят нам о том, что быть честным, делать то, что ты считаешь нужным, исповедовать свои ценности, это опасно для жизни. И поэтому это очень сильное чувство, оно съедает душу и мучает, но оно нам принадлежит, это страх. Ну, да, я знаю по себе этот страх, и с ним сложно жить, и за него тоже стыдно, но он есть, да, я должна в этом признаться. И я думаю, что он очень свойственен сегодня русской культуре, она старается не говорить о том, что может привести к опасности для карьеры или даже для жизни, поэтому сегодня российский театр глубоко политичен, прям глубоко. и сегодня политическое в России располагается в области эстетического, поскольку эстетика это тоже политика в России. Например, я выбрала полем борьбы социальный театр, театр социальных перемен, после того, как стало невозможно делать то, что мне кажется важным. и оказывается, что театр социальный это тоже большая область политики. Он кажется нехудожественным, недостаточно художественным. Его не принимает, например, российское театральное общество. Это как бы несерьезный театр. Мы делаем театр с участием людей с инвалидностью, феминистский театр, театр с участием людей, с опытом бездомности, с опытом миграции. Но он кажется совсем несерьезным, не театром. И вот поэтому это наша область, скажем так, работы и нашей борьбы. Мы настаиваем на то, что театр принадлежит всем, культура должна открыться для людей, которые сегодня из нее исключены. Большая российская культура это культура, где мужчины, как говорил Гёте, отливают свой сверхчувственный опыт в чувственной форме и показывают это женщинам, которые вырастили своих детей, и у них появилось время, чтобы наблюдать, о чем размышляют мужчины. И мы в нашем театре восполняем дефицит другого рода театра. Мы даем голос женщине, мигранту, человеку с инвалидностью. Это вот наше поле борьбы, скажем так. Вот этот вид театра. Спасибо. Вот этот вид театра, как вы его себе понимаете, более доступен для молодых людей, он более привлекателен. Молодое поколение, которое никого не знает, кроме Владимира Путина, как владыки России, но одновременно с этим получает большое количество доступа через интернет во весь мир к другим идеям. Это надежда для театра, для России? Как вы работаете с молодыми людьми? Я думаю, что интернет, как когда-то изобретение книгопечатания очень подорвал иерархии, которые существуют не только в российском обществе, но в культуре вообще. Поэтому молодые люди, которые проживают свою жизнь в интернете, им непонятны иерархии, которые царят в обществе, в политике и в культуре. И молодые люди в культуре сегодня бунтуют против институций. Институциональная критика это такой повод для споров в России сегодня. Например, молодые люди говорят о том, что институции возглавляют мужчины, они возглавляют их не меньше, чем Путин возглавляет страну, они считают, что институции иерархичны и вот борются с институциями, включая меня, наша институция тоже враждебна им, как и Владимир Путин. И это интересная ситуация. И мне кажется, что мы немножко живем в таком пузыре, когда мы говорим про молодых людей, мы имеем в виду тех, кто работает и ходит в центр Мирхольда. Но есть и другие молодые люди. Все-таки общество в России как везде очень сегментировано. И вот работая в центре Мирхольда, мы иногда можем помыслить, что не идет война в Украине, что не посадили Навального, что не закрываются НКО, потому что у нас все хорошо. Мы на одной волне с нашей публикой, мы откровенны, смелы в нашем театре. но тот театр социальных перемен, которые мы делаем у себя, не совершает этих перемен. И это поселяет в нас отчаяние некоторые. Мы думаем, а как же нам выбраться из этого пузыря, как театр может изменить мир. Это вопрос, который мы каждый день себе задаем. И отвечаем на него так, что театр работает с фантазией, и если те люди, которые сегодня в театре могут помыслить, что могут помыслить равенство, многообразие, братство, если такой опыт им дает театр, то им, наверное, хочется этот опыт повторить в реальной жизни. Я думаю, театр так меняет реальность через тот опыт, который люди переживают в театре, опыт, который еще не доступен нам в реальности, но который очень хочется построить в этой реальности. Так что делаем то, что возможно. Анастасия Патлай, мы слышали о боли, о страхе в Киеве, которые испытывают люди, то, о чем также уже сказала Наталка Варажбит. В то же время в России практически невозможно открыто показывать Украине солидарность. Какие возможности есть для того, чтобы заниматься этой темой? Как можно думать об этом? или же это настолько большой риск? Если сейчас поставить спектакль на эту тему, то все, театру конец. Может быть конец, может быть не конец, никто не знает. Мне кажется, пробовать. не стоит. Да. Я тоже в последние дни много думаю о том, почему мы как-то не консолидировались, чтобы мы, я имею в виду люди из нашего пузыря, как минимум. хотя бы люди из нашего пузыря, которые безусловно тоже переживают стыд по поводу действий России сейчас в отношении наших друзей, в отношении Украины. Да, я задаюсь вопросом, почему мы как-то никто ничего не делает. Я пока единственный нашла способ выразить солидарность, это повесить украинский флаг на свою аватарку в фейсбуке. И то мне мои родственники сразу написали нарываешься. фейсбука. Вот, но сегодня утром я подумала, а почему бы нам не просто организовать читку пьесы Наташи ворожбит в театре док, если Наташа разрешит, или еще как-то просто символически выразить свою позицию. Но я попробую это сделать. И я не знаю, что мне скажет администрация театра док, потому что сейчас на самом деле администрация театра док в первую очередь хочет просто выжить. Просто сохранить театр вот в эти трудные годы. Может быть, мы можем сделать интернет какую-то в зуме, я не знаю, какую-то акцию. Да, мне хотелось бы, мне хотелось бы, и я присоединяюсь к словам Лены о том, что мы сейчас переживаем жгучий стыд. за свои страны. Наталка Варажбит, если вы сейчас слышите слова ваших коллег и подруг, это утешает вас? Я очень тронута и очень благодарю за солидарность Лене и Насте, потому что как бы ни там ни было, как бы мы не были ни вместе, конечно, я лично, как человек, который детский прожил в Москве и для меня театр ДОК и многие люди значат очень много, я по-прежнему слежу за их реакцией. И когда ставится флажок на фатарху, мне очень важно и тревожно. С другой стороны, я очень не хочу подвергать опасности театра ДОК, и когда я слышу слова Насте, мне хочется сказать, да не надо, да забейте, да господи, справимся, справимся, вас слишком мало и вы мне дороги. И поэтому я, у меня такое ощущение, что вот сейчас попытка что-то склеить наши культуры, она обречена в вал, потому что, наверное, нужно максимально расклеить их сейчас, и потому что как раз из-за такого склеивания, наверное, и война началась, потому что мы недостаточно активно проявляли свою независимость, самодостаточность, нам недостаточно верили, что мы независимы, самодостаточны, и, наверное, только какая-то пропасть между нами, я не говорю сейчас про дружбу нашу личную с девочками, а какая-то пропасть культурная, она, может быть, спасет, что когда через много лет после того, как не станет Путина, когда поменяется система, мы все встретимся, как бы без, ну, как два незнакомых человека встречаются, и сможем смотреть на друг друга новыми глазами, без этих всех общих знаменателей. Ну, не знаю, может, вам не так говорить такое уже отчаяние, но вот, например, в театре драматурга было голосование, у нас 20 человек, и предложили, один человек предложил спонка нашего театра, такой опрос, хотим ли мы привести какой-то экспозиционный русский театр в Киев, ну, в наш театр, и 19 из 20 драматургов ответили отрицательно, нет, не хотим, один воздержался, по разным причинам, и не подвергать опасности тот же дружественный экспозиционный театр, и бессмысленность, и то, о чем я говорила, о том, что это склеивание, оно сейчас какую-то дурную роль играет, вот, большое спасибо, речь сегодня шла не столько о формах театра, на первый план вышла другая тема, однако мы бы хотели вам дать возможность, сейчас перед вами сидят три женщины, представительницы театра из России, из Украины, если у вас есть вопросы, вы можете их задать, у нас очень большой микрофон, позволяющий соблюдать дистанцию, поэтому вам его подадут, если у вас есть вопрос. есть ли вопросы в Киев, в Москву, господин в первом ряду, может быть для зрителей проще, если вы зададите вопрос на немецкий, у нас все равно есть перевод, у меня есть чувство, что мы, есть ощущение, например, может быть не могли бы, вы задать вопрос на русском, потому что сложно было перевести. Вопрос был об идентификации актера и человека, которого он играет. Нам не перевели вопрос и предложили вам его еще раз по-русски. благодарю вас! Агу. Я слышу в этом вопрос к Наташе, про президента, артиста по профессии. Я думаю, имеется в виду президент Зеленский. Да, но если в театральном аспекте говорить, то, наверное, это результат перформанса. Мы, во-первых, хотим видеть личность на сцене, мы не хотим видеть имитаторов. Это старый театр. Театр имитации раздражает и не нравится. Поэтому мы хотим видеть личность, и мы любим перформанс за то, что встречаемся с личностью в театре. Поэтому иногда могут случаться такие путаницы, когда мы видим артиста в роли, нам кажется, что сейчас перед нами личность. То есть и поэтому мы, допустим, привлекаем людей, которые действительно пережили трагедии войны, беженцы, допустим, из Донбасса или из Сирии, для того, чтобы они рассказали свою историю, потому что это является идентичным, чем передать это же через актера. Ну, конечно, мы хотим подлинного. То есть мы хотим подлинного. В этом новый театр. Мы хотим подлинного, а главное, мы хотим встретиться с опытом людей, со свидетелями опыта. Не с имитаторами опыта, а со свидетелями. Мы хотим, чтобы, мы хотим, это первое, да, то, что нужно зрителю. Но также мы хотим предоставить сцену, право или привилегию медийности, привилегию голоса дать человеку, которого этой привилегии нет. Так что это обоюдно важный процесс. Публика хочет знакомиться с опытами, которыми не могут предложить другие медиа. А театр, как публичная сфера, как публичное искусство, хочет справедливости в отношении того, кому оно может быть доступно. То есть мы хотим искренности. Искренность? Искренность это модус. Спасибо. Еще, пожалуйста, один вопрос. Да, но я была на одном спектакле «Театр Док» в Санкт-Петербурге, по-моему, на каком-то фестивале. И после спектакля была дискуссия. И удивительное дело, меня очень поразило. Я была очень благодарна, что в России существует такой театр, который обсуждает реальные проблемы. Там была смерть Антифа, мальчика. И агрессия из-за лошадей, вот это меня удивило, что на дискуссии после спектакля это была не дискуссия, это была какая-то атака на все, на актеров, на то, как, на режиссеров, на все. Ну, как вы справляетесь с этим, или как вы, или это просто я была свидетелем такого индивидуального случая, или, но вот эти вот моменты, когда приходит там провокация, да, из полиции, это же тоже агрессия, как бы вот на то, что ты сделал, ты считаешь это хорошо, что ты сделал, да, тебя так атакуют. Как вы с этим? Или новые формы, когда вы приводите бездомных людей на сцену, я уверена, что в России это тоже вызывает некоторую агрессию со стороны зрителей, или агрессивное, так сказать, восприятие, нет? Как вы с этим живете, воритесь? Анастасия, может быть, вы? В центре Мерхольда, как я говорю, мы живем в пузыре, и наша публика благодарит нас за то, что мы даем им возможность увидеться с людьми, с которыми в реальной жизни они не столкнутся, узнать, чем живут эти люди. Но, вероятно, на гастролях в другом городе, когда ты оказываешься вне своего пузыря, ты можешь встретиться с агрессией. Но мы занимались современной драматургией, начиная с нулевых годов. И всякий раз, когда мы приезжали в регионы, думая, что вот мы сейчас познакомим людей с новым театром, мы часто встречали агрессию, и мы к ней довольно привыкли, и у нас есть аргументы. И я помню, я не знаю, может быть, мы были глупцы, знаете, такие миссионеры. Миссионеры – это человек, который вот с одной стороны крест, в одной руке крест, в другой автомат. Может быть, мы были такими миссионерами. Ну вот я помню, мы показывали в городе Нижний Новгород спектакль из Кемерово про шахтеров. И после спектакля, я была организатором, женщины у кассы собрались, зрительницы, и потребовали организатора, то есть меня. И они кричали, зачем вы показываете нам обезьян на сцене? Я говорю, это не обезьяны, это мужчины, русские мужчины, труженики. Они говорят, эти труженики сидят у нас дома и пьют водку. Мы приходим в театр, и вы нам и здесь показываете, как труженик пьет нас водку, и какой он безумный, безобразный. Зачем? Я надела красивое платье, я сделала прическу, я бросила обезьяну дома. Прихожу в театр, и она здесь. И вот я думаю, что театр должен быть разным, и он, вероятно, должен давать людям то, чего им не хватает. И, наверное, должен быть и театр как место эскапизма, где ты приходишь, оставив дома свою обезьяну в театр, а здесь красивые люди говорят в Москву, в Москву, и все в мире меняется, а в театре ничего не меняется. И как сто лет назад женщины красиво одетые говорят в Москву, в Москву, в Москву, играют Чехова. Наверное, такой театр должен быть, но должен быть и другой. В общем, сколько людей, столько театров. Я за многообразие. Еще на задних рядах вопрос, потом еще спереди вопрос. Добрый вечер. Хорошо, у меня вопрос к Наталье. Ну вот, с российской ситуацией все понятно. То есть вы говорите про самоцензуру и про то, как сложно сейчас делать театр, свободный театр в Москве, в России. Вопрос про Киев и Украину. В сравнении, Украина представляется таким очень демократическим, свободным государством сегодня. Насколько вы чувствуете свободу творчества у себя в стране? Есть ли какие-то темы, которые все-таки являются табу? Если можно, что-то на эту тему. Спасибо. Спасибо за вопрос. У нас официальной цензуры не существует. Я не помню, когда у нас закрывался спектакль по каким-то политическим цензурным соображениям. Может быть, я чего-то не знаю, но точно не было таких громких событий. Существует, естественно, тоже самоцензура. У многих худруков больших театров по-прежнему существует самоцензура на социалку, на любой вид социального театра. Они пребывают в убеждении, что действительно, как Лена сказала, обезьяна должна оставаться дома, а на сцене должно быть все в кружевах и вечная классика. Но в то же время, конечно, мы сталкиваемся... То есть я в своих текстах могу за себя сказать. Я там поднимаю какие-то острые темы, я критикую, позволяю себе критиковать какие-то моменты в стране. Мы многие не поддерживаем нашего президента и так далее. Мы можем говорить об этом вслух и ставить об этом спектакли. И государственные деньги в том числе. Снимать про это кино. Но, конечно, когда... У нас в театре сейчас существует конкурс пьес. И одна из пьес, она носит достаточно прорусский, антимайдановский такой характер. И, конечно, никто из тех, кого я знаю, не хочет, чтобы эта пьеса была поставлена. Хотя мы знаем, что нас за ней театр не закроют. Возможно, найдутся возмещенные граждане, зрители, которые там забросают нас, не знаю, чем-то. Мы можем эту поставить пьесу. И, возможно, когда мы будем голосовать, и при голосовании большинством она будет выбрана, мы ее поставим. Но существует внутренняя самоцензура, когда ты не хочешь определенные тексты, которые ты считаешь сейчас диверсионными, и ты их не хочешь ставить. Но это уже личный какой-то такой выбор, над которым мы работаем, мы думаем, и не хотим превратиться в цензуров таких вот. Но ситуация в целом, конечно, у нас свободная, как мне кажется. Короткий вопрос, пожалуйста. Кратко формулируем вопрос, кратко отвечаем, пожалуйста. Пожалуйста, не упадите. Мы немножечко затронули тему Советского Союза. В России мы часто встречаем такие какие-то поговорки, пословицы. Если муж бьет, значит, любит или что-то такого рода. Как можно театру противодействовать против таких установок? Я могу сказать коротко. В центре Мирхольда идет спектакль «Абьюз», который рассказывает о всех формах насилия и абьюза, которые переживает женщина сегодня. И это самый популярный спектакль у нас. Он пять лет назад был проблематичный, воспринимался в аудитории. Сегодня это хит. То есть насилия становится меньше. О невозможности насилия говорят все чаще. Пожалуйста, женщина в красном. Я хочу вот что спросить. Чувствуете ли вы какую-то конкуренцию или даже открытый конфликт? Это вопрос ко всем троим участницам. Мне очень интересно послушать Наталью из Украины. Пожалуйста, только к одной участнице. Пожалуйста, к одной. Не всем трем. Тогда к Анастасии. Хорошо. Чувствуете ли вы какую-то конкуренцию или конфликт с другими формами перформанса, скажем так, нарратива, например, с российским сериалом? В том смысле, те ценности, те моральные установки, которые транслируются в российском кино, в российских сериалах. Чувствуете ли вы, что театр каким-то образом здесь противостоит, может быть, в чем-то? А может быть, нет. Можно сказать, что сейчас производство сериалов в России тоже переживает бум. И кроме сериалов, которые производили телекомпании, и сейчас огромное количество сериалов, которые снимают платформы независимые, и сценарии для этих сериалов тоже пишут люди из нашего пузыря, которые из драматургов, так сказать, некоторые из них переквалифицировали сценаристов и так далее. И они затрагивают очень важные темы. Так что в сериальном производстве тоже есть какие-то замечательные, интересные работы. И вот в этом смысле мы не конкуренты ни в коем случае. И уж тем более, конечно, сериалы смотрят гораздо больше людей. И слава Богу, как говорится. Уважаемые дамы и господа, мы подошли к концу. Я понимаю, что всем хотелось бы продолжать беседу, и это хороший знак. Что можно сказать? Театр в настоящее время является очень важной платформой. И очень важно, что сейчас представители России и Украины вместе говорят сегодня о совместных ценностях. И говорят на одном языке. Елена об этом уже немного говорила. Мы поговорили о надежде, которая не совсем потеряна. И речь идет о форматах. Нормандский формат, Минский формат. Сегодня у нас, так сказать, Гамбургский формат. То есть переговоры между Германией и Россией. И мы видим, что многообещающие наши результаты. Большое спасибо Киеву. Большое спасибо обеим участницам нашей подиумной дискуссии. И всем хорошо добраться домой. Большое спасибо. Большое спасибо.